Утро от первого, мы на месте. Тринанс, заработал, включили рвет ускору поезды. Изов принят, уезжаем. В прямом эфире программа «Эксен и вызов» о последних событиях к этому часу. Я Шакир Умаров, здравствуйте. За выходные в Абайском районе Шемкета зарегистрированы два пожара в жилом доме. 30 июля в 15.36 полностью сгорела крыша жилого дома по улице Тимырлана. Огонь также охватил домашние вещи, потолок, крышу пристроенного навеса, переднюю часть автомобиля марки Мастер-Дас-Бенц, рецепт машины, крышу в Ремянке. Пожар локализован в 16.34 и полностью потушен в 17.09. В ходе тушения пожара пострадали двое мужчин 76-го года рождения, которые после оказания первой медицинской помощи отказались от госпитализации. Причина возгорания устанавливается. В тушении пожара задействованы 15 сотрудников и 3 единицы техники службы пожаротушения ДЧС Шемкента. Первая бригада филиала Центра медицины катастроф. Второй пожар был зарегистрирован во дворе жилого дома по улице Альфа-Раби, отделение Тельмана. 31 июля. Горели баня, крыша сарая и дрова. Пламя вспыхнуло и во дворе Сосинего дома, по этой же улице. Спасатели потушили пожар за 22 минуты. Пострадавших и погибших нет, причина возгорания устанавливается. Спешившая на вызов машина скорой помощи опрокинулась от утра иномарки в Шемкенте. ДТП произошло в микрорайоне Шемкент-Сити днем 29 июля. Водитель Ниссан Тиада выехал со второстепенной дороги на главную. В результате произошло столкновение с машиной скорой помощи. В аварии серьезно пострадал врач. Медик попал в реанимацию. Трагедия произошла 1 августа около 2 часов ночи на трассе Шемкент-Бадам-Арыс. Столкнулись с автомобилем Лада Приорой ВАЗ-21099. На месте происшествия скончались водители автомобиля ВАЗа и 2 пассажира. Водители и 3 пассажира Лада Приора госпитализированы с различными телесными повреждениями. Позже выяснилось, что один из пассажиров от полученных травм скончался в больнице. ДТП произошло в Ордобастинском районе возле села Сара-Арык. На место сразу выехали сотрудники полиции. Проводится досудебное расследование. Соблюдайте правила дорожного движения. Это важно для безопасности как себя, так и окружающих. Находясь в пути, будьте внимательны к безопасности на дорогах. Сбывавшие синтетику задержаны в Шемкенте. В сумке одного из подозреваемых обнаружены изъято 10 свертков с порошкообразными наркотиками. При проверке авто второго подозреваемого обнаружены поликеленовый пакет с наркотиками, предметы для расфасовки и весы. Согласно заключению экспертизы, вещество в свертках первого сбытчика оказалось синтетическим наркотиком, общим весом свыше 16 граммов. Вес изъятых наркотиков из авто второго сбытчика составил больше 178 граммов. В настоящее время по факту проводится досудебное расследование. Полицейский предупреждает об уголовной ответственности за незаконное обращение с наркотиками. У жительницы Мактаральского района украли мобильный телефон в столовой, где она работает. По словам пострадавшей, неизвестный похитил у нее смартфон марки Samsung A10S за 70 тысяч тенге. По данным полицейских, подозреваемый зашел в столовую, чтобы пообедать. Затем он заметил на столе остальный без присмотра сотовый телефон и решил совершить кражу с целью легкой наживы. Убедившись, что никто не обращает внимания, грабитель осуществил свой злой умысел и скрылся с места происшествия. Похищенный на чужой имущество, мужчина затем продал на рынке, а деньги потратил на собственные нужды. Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража». В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину, причастного к данному преступлению. На сегодняшний день собранные материалы досудебного расследования в отношении подозреваемого направлены в суд. Полицейские Келесского района нашли и вернули пропавшего мужчину домой. О пропаже заявила сестра. По словам женщины, ее брат вышел из дома и не вернулся. После неудачных попыток найти брата, родные пропавшие обратились за помощью к полицейским. Выяснилось, что пропавший мужчина имел проблемы со здоровьем и выехав в Шемкент, все это время ночевал на улицу. Полицейские сразу приступили к поискам и нашли пропавшего за несколько дней. Выяснилось, что пропавший мужчина проводил время в Шемкенте. Родственники выразили признательность стражам порядка, которые помогли найти пропавшего. Огромное спасибо. Мы нашего брата не могли найти больше двух месяцев, а правоохранитель нашли его в Шемкенте. Несмотря на все обстоятельства, вы его нашли. Спасибо еще раз. На сегодня это все. Стать соавтором самой рейтинговой программы «Экстренный вызов» может каждый. Вы очевидц громкого происшествия, скандального или криминального инцидента. Вы столкнулись с произволом или равнодушием полицейских. Вы увидели что-то неожиданное и резонансное. Вам есть что рассказать и чем поделиться? Пишите, отправляйте фото и видео на WhatsApp номер редакции. Плюс семь семь семьсот один семьсот тридцать пятьдесят семь пятьдесят три. Экстренный вызов обязательно поможет. Мы на связи. Двадцать четыре часа. Утром первого. Мы на месте. Ты на нас за рвотом вручили эту сколку, Элсен. Мы заприняты. Уезжаем.